Мама хореограф, я хореограф, и сейчас старший сын тоже хореограф. Три поколения хореографов у нас. Жанна Шутулева, хоть и не мечтала о профессии педагога, всю свою жизнь посвятила воспитанию будущих танцовщиков. Железная дисциплина, умение работать в команде, да и просто работать, пригодится им в любой профессии. Держи мучку. И мы, мучка, заводим. Не будем делать уши? Нет, тогда улыбайте. Лет, наверное, до 10 я хотела быть ветеринаром. Ну, это мечта многих детей, многих девочек, по крайней мере, моего поколения. Но так как я росла в семье, где мама у меня хореограф, как раз человек, который создал этот коллектив, в 82-м году, и, естественно, я сразу же пошла в него танцевать. И, в общем-то, наверное, вот это уже и сыграло огромную роль, что мама у меня хореограф, папа футболист, и мама стала тренировать детей, папа тренировать тоже детей, и поэтому я выбрала такую профессию педагог. Сели в клие, стопа сокращена, релевер, стопа натянутая. Стопа натянутая, руку убрали в третью позицию, нога осталась. 29-й год я руковожу этим коллективом. То есть я его взяла в 16 лет, и 29-й год пошел в моей творческой деятельности. И поэтому я даже не представляю, что я вообще что-то еще хочу без ансамбля. У меня нет цели сделать из них, из всех хореографов. Такой цели у меня, конечно же, нет. Я хочу, чтобы дети были целеустремленные, трудолюбивые, ну, конечно же, дисциплинированные, потому что это все им пригодится в жизни. И еще у нас, конечно, очень много мы даем, как бы скажем, ну, вот полет такой для творчества наших детей. То есть развиваем творчество в них. Именно они, чтобы они были очень креативными, необычными. У нас очень много проходит мероприятий. То есть каждому ребенку мы даем шанс для творчества. Отдавать ребенка в танцы или нет, задумывался, наверное, каждый родитель. Особенно родитель девочки. Ведь танцы – это грация, координация движений, растяжка, легкая походка, а, возможно, и профессия в будущем. Но хореография – это еще и тяжелый, каждодневный труд. И маленьких танцовщиков, и их педагогов. Жанна Шутылева в простом ДК создала практически свое небольшое государство – ансамбль «Улыбка». Каждого из 150 детей она знает по имени. И знает, что каждый способен на большее. Стоит только в него поверить. Раз носочек, вернули два. И другую три, вернули четыре носочек. Управляться на самом деле не так сложно, потому что мы за дисциплину. И у нас очень хорошие дети, они особенные дети, потому что они настолько много и долго трудятся. И представляете, какой у них багаж знаний выходит. Почему я, например, как руководитель, сторонник, чтобы было много предметов? Потому что мы, я бы хотела, чтобы они умели по максимуму и знали по максимуму. То есть мы это называем универсальный танцор. Потерянный рай ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас система обучения, наверное, схожа со школьной. То есть у нас очень много предметов. Есть предметы обязательно. Это, например, классический танец, современный танец. Ну, обязательно растяжка. То есть мы ее называем гимнастикой или развитие данных. Вот этим мы занимаемся часто, много. Вращение. И есть такие предметы, которые изучаются факультативно. То есть они бывают, ну, как правило, это раз в неделю, может быть, даже раз в две недели. Это художественная гимнастика, бальный танец, степ-аэробика, потому что очень развивает физическую силу, выносливость. Степ-чечетка, которую мы сегодня вам обязательно покажем. Что у нас еще есть? Йога. Йога для нас это прям неотъемлемая часть нашего обучения, потому что весь современный танец основан на йоге. Ну, и есть еще некоторые предметы. Актерское мастерство, которое дети очень любят. Универсальный танцор, он как универсальный солдат, способен на все. Стоять на пуантах – пожалуйста. Отбивать дроби – да не вопрос. Крутить нижний брейк – и это можем. Одна из самых необычных дисциплин в ансамбле – это степ. Чечетку в Ешкарале, кроме улыбки, пожалуй, никто больше и не бьет. Ремесло это непростое. Для тех, кто не может сидеть на месте, когда слышит музыку. Здесь нужно передать ее настроение, только силой ног. И степ – это не просто одна из форм танца. Это особая атмосфера и целая философия. С самого детства я занимаюсь в этом ансамбле. Я выросла здесь. Степа мне начала заниматься уже, наверное, лет 13-14. Мне очень понравился звук. То есть ты прислушиваешься, тебе нужно именно сосредоточиться на звуке. Есть набойки, у них особый такой звук. И если не мазать и не промахиваться, а с годами все совершенствовать совершенствовать свой профессионализм, свою технику, то получается очень красиво и завораживает слух, завораживает взгляд. Теперь и я нынешнему поколению преподаю степ-четку и хочу научить, и привить им любовь к этому виду искусству. Чем старше становятся ребята, тем больше предметов появляется в их расписании. Хореография здесь не просто хобби. Чтобы на общероссийском уровне выглядеть достойно, чтобы не отставать и от мировых тенденций, приходится поработать. Тренировки занимают далеко не один час. Но тот, кто уже знает, что такое сцена и признание зрителей, остановиться просто так уже не может. Все эти предметы потом используются в танцах. Во-вторых, они, конечно же, все развивают очень хорошо и физические данные, и память, и какие-то умственные способности. Это обязательно. Нагрузки постепенно увеличиваются с каждым годом. Обучение увеличивается у нас нагрузки. Номера мы используем по максимуму наших уроков. Ну и, конечно же, у нас номера, если вы видели, или будет возможность приходить обязательно к нам на концерт, посмотреть. У нас номера, как правило, сюжетные. То есть мы не танцуем номер ради номера. Что за ребята танцуют в улыбке, знают уже не только в Ешкарале. Имя ансамбля частенько гремит на всю Россию. Позвонили с Москвы и предложили нашему коллективу поехать в Сочи на Олимпиаду, на встречу Олимпийского огня. Сначала это... Я даже не оценила масштаб вообще этого предложения, если честно. То есть это очень... Ну, такое, наверное, раз в жизни бывает. Такое действительно не забывается. Теперь про улыбку знают во многих городах России. Но что важнее, сами ребята поняли, они способны на многое. Они могут стоять и на большой сцене. Кстати, фиолетовый цвет формы – это тоже память о той поездке. Нас когда пригласили на Олимпиаду, поставили перед нами задачу сшить костюмы, в которых бы мы смогли станцевать с певицей Ёлкой. И мы разработали очень интересные и красивые костюмы. Они у нас белого-фиолетового цвета. Они, на самом деле, очень красивые и яркие. И когда речь зашла о репетиционной форме, ну, уже какую форму можно? Либо белую, либо фиолетовую. Мы выбрали фиолетовый цвет. И потом, как оказалось, это цвет творчества. Цвет, ну, как креативных, творческих людей. Вот это наш стенд. Наши дипломы, грамоты, кубки, накопленные уже за, наверное, 10 лет последних. И, ну, вы знаете, это очень ценно для нас, для всех танцоров, конечно, для нашего коллектива. Это ценные, скажем, награды. Но, наверное, самая большая награда и самая большая ценность в нашем коллективе – это наши дети. Это дети, которые достигают вершин, которые улучшаются каждый день, которые работают над собой каждый день, преодолевая все сложности. Вот это самая большая ценность. Ну, а если говорить про, конечно, награды и кубки, и грамоты, то это, в общем-то, если, конечно же, вот у нас есть премия «Будущее России». Да очень в Москве, в Кремле нам ее давали. И еще очень ценные, не очень их, наверное, хорошо видно. Вот диплом, значит, «Мир молодежи». Детско-юношеский фестиваль, он проходил на лайнере МСК «Фантазия». И мы всегда говорим, что это, наверное, кругосветное путешествие, потому что мы были и в Марокко, и в Италии, в Риме, и в Малаге. На Канарских островах мы даже побывали, на острове Тенерифе. То есть там в Барселоне. Ну, настолько было путешествие, оно, конечно, вообще навсегда останется в нашей памяти, в памяти наших детей. И полутора-тысячный зрительный зал аплодировали нашим детям стоя некоторым номерам. Наши выпускники, которых знают уже сейчас не только в России знаменитые, но уже и в мире знают наших выпускников, это Эльдар Тагиров и Даяна Хмедгалиев. Ребята, которые достигли, наверное, уже очень больших высот. И я надеюсь, что они у нас будут очень успешными людьми продвигаться дальше. И в ансамбле подрастают следующие ребята, и я надеюсь, что они также будут на такой же высоте. АПЛОДИСМЕНТЫ Ильдар Тагиров Когда наши ребята, Эльдар Тагиров и Даян Атхмедгалиев появились в танцевальных проектах Первого канала и телеканала ТНТ, казалось, замерла вся республика. За них, конечно, болели, голосовали и бесконечно гордились. Но больше всего волновались за ребят здесь, в улыбке. АПЛОДИСМЕНТЫ Станцевал хорошо. Прям прокайфовал на сцене. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Уже последние 4 года я живу в Европе. Сначала я закончил Академию в Цюрихе, а затем я перебрался работать в Петербург и параллельно работать в Лиле. С периодичностью я приезжаю в свой родной город, потому что, во-первых, родные здесь, родной коллектив. А во-вторых, я считаю нужным передать мастерство, которое набирают там, в Европе, с европейскими компаниями, с их новым видением. Я считаю нужным и обязан привозить сюда, в свой родной коллектив, для того, чтобы дети, моя младшая семья взрастала на ментальном уровне, физически, ментально. Также я с ними пытаюсь вести какие-то беседы о различных компаниях, что нужно европейскому зрителю, что нужна различная целевая аудитория в той же Москве, в Петербурге, в Америке и в Европе. Политика хореографии в нашем коллективе, к счастью, здоровая. Здоровая в плане педагоги постоянно смотрят, что это хотят воспитать в ребенке. Они неравнодушны. Желающих записаться в ансамбль всегда много. Конечно, остаются не все. Хореография дама капризная и неуважение к себе не терпит. Она требует и внимания, и свободного времени. А получится ли из малыша хороший танцовщик, определить очень сложно. История знает множество примеров, когда человек при огромном желании, даже не обладая талантом или природными данными, добивался больших высот. Мы, наверное, знаете, как и кнут, и пряник. То есть мы и требуем, но у нас очень доброжелательно мы к детям. Они чувствуют нашу любовь. У нас всегда поощряется, то есть мы очень хвалим. У нас в конце занятий всегда это обнимашки массовые. То есть мы никогда не уйдем, не попрощаемся, если мы не обнимемся. То есть даже если вдруг где-то лишнего, может быть, я где-то более строгая, или кто-то из педагогов, ну, в конце мы обнялись, все забыли, все друг другу все простили, и снова самые близкие люди. Вот, то есть у нас такое, ну, очень такая домашняя атмосфера. Видите, у нас получается, что ДК для многих – это второй дом, а наша улыбка ассорти, ансамбль – это вторая семья. И многие дети говорят, что я их вторая мама. Если посмотреть на жизнь ансамбля за кулисами, становится понятно – здесь нет случайных людей. Здесь каждый ребенок также фанатично влюблен в танец, как и сама Жанна. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok